Мы пришли в этот мир, который не нами создан. Мы пришли в эту жизнь, в которой очень мало что понимали, да и сейчас мало что понимаем. И выяснили, что в этой жизни есть какая-то великая борьба, которую не мы начинали. В эту жизнь нас привел Бог. И в этой жизни Он не просто привел нас и подставил внутри какой-то борьбы, но Он избрал нас от мира. Когда мы ничего не знали, не думали о Боге, Он великой силою Своей повлек нас за Собою. И только поэтому, потому что Его великая благодать, она коснулась нашего сердца. Как про это написал апостол Павел Титу, он сказал такие слова. «Явилась благодать, спасительная и научающая, чтобы мы праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Я сказал своими словами, но мысль там примерно такая. Вот эта благодать нас спасла, поставила на путь, облекла в Божье всеоружие. Бог проговорил каждому из нас, что будь серьезен, потому что я поставил тебя в битве. Мы стоим на стороне добра против зла. Мы стоим на стороне света против тьмы. Мы стоим на стороне праведности против нечестия. Мы стоим на стороне Христа. И как мы стоим на Его стороне, то Бог не сделал нас одинокими людьми, которые где-то один пробираешься. Ни друзей у тебя, ни наставников, ни духовных родителей. Нет у тебя никакой истории. Ты думаешь, кто я такой? Нет, Он соединил нас. И все мы вошли в церковь. Или входим в церковь. И вдруг мы выясняем, что до нас были люди. Мы вдруг выясняем, что есть священное Писание, которое учит нас Духом Святым. Мы выясняем, что до нас были и с нами есть. Мы выясняем, что Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Бог соединил нас, как единое тело. Слава Господу! И мы сегодня будем продолжать нашу беседу, потому что здесь мы не имеем постоянного города, а мы идем куда-то. Мы вот часто говорим, мы идем, мы на пути. Вот мы сидим, но мы на пути. Мы на внутреннем пути. От места рождения до того места, когда люди уйдут и оставят нас. А мы предстанем перед Богом. И в этом пути для нас очень важно, чтобы кто-то нас вел. Если это битва, которой мы не знаем, если это жизнь, которой мы мало что понимаем, если мы отдаем себе в этом отчет, это, я думаю, великое благословение, когда человек отдает себе отчет, что он не сам по себе, что им владеют какие-то могущественные силы, что в его душе звучат какие-то голоса, что его влечет куда-то. И сейчас не туда, куда хотелось бы, и даже туда, куда не надо бывает. Человек знает, что не надо. А почему он так делает? Не может остановиться. То поэтому на этом пути Бог дал нам могущественного сотрудника, Дух Святой. И так написано, что все водимые Духом Святым – суть Сыны Божьи. Если мы рождены свыше, то мы начинаем думать о том, кто же нас будет вести. Кто нас в эту святость введет? Кто даст нам высокие чувства? Кто определит наши пути? Дух Святой. Я должен сказать, что Церковь без Духа Святого, она часто бывает, так остается. И были целые времена темноты и мрака, когда Церковь не знала, куда она идет. Но не наша Церковь, не вот эта Церковь, а та, которая две тысячи лет все-таки назад рождена. То Церковь без Духа, она так же беспомощна, как мог бы быть беспомощным Израиль, если бы огненный облачный столб не вел их в землю обитогонную. Вот представьте себе, они вышли из Египта, и что дальше? Бог сам их вел. Каким образом? У них днем становился этот столб, и Он вел их. У них ночью становился этот столб, и вел их, если нужно было. И когда сзади доставали враги, и мы знаем, как египтяне в свое время погнались за ними, вот вы представьте себе, может, этого никто не переживал, но те, кто уезжали далеко от опасности, те, может быть, знают, что ты идешь, и ты совершенно беззащитен. Они вышли из Египта, они были совершенно беззащитны, и вдруг сзади вот сначала пыль, клубами, потом звук коней, потом они видят колесницы, и они обращаются к Моисею, что мало ли гробов в Египте, чтобы нам вот сюда выходить, умирать. Еще вчера, пусть плохо, но ели. Пусть нехорошее и под бичами, но все-таки работа. Пусть унижение, но жизнь. И вот на них несется эта конница, весь горизонт в дыму. То я должен сказать, что они только одного недоучили, что вдруг стал этот дым. Он стал, как облако между египтянами и Израилем. И пока они шли, не смогли их догнать. Но это было только то, что догнать не смогли. А потом сорок лет по пустыне вставал этот столб и вел. И падала манна. И Бог заботился о народе своем. Хотел бы сказать, вот так же и сегодня церковь, вводимая Духом Святым. Это не просто, что ты встал, помолился Духом, обрадовался, и этого достаточно. Нет, это Дух ведет тебя. Это Дух дает тебе чувства. Это Дух дает тебе разум. Это Дух охраняет тебя и благословляет тебя. И есть такое, что ты не можешь читать, но ты помолился, и вдруг ожили страницы Священного Писания. На тебя напала депрессия, и ты в этот момент стал перед Ним. Ты сказал Ему, слава Тебе, Твои пути благи, Ты ведешь меня, Ты помогаешь мне. И вдруг ты обнаружил, что что-то отошло от сердца твоего. Я хочу сказать, что все вводимые Духом Святым суть Сыны Божьи. Не просто однажды помолиться, а вводимые всю жизнь, день за днем, доверяющиеся, как доверялся Израиль. И без Него мы бы бесцельно блуждали по пустыне. Он дает нам святые цели. Вот этот мир, он ставит перед человеком цели. Что-то нужно завоевать, нужно какую-то должность занять, нужно что-то приобрести. И вдруг в среде этого стоит человек и говорит, а я ничего не хочу приобретать. Я любовь хочу приобрести. Это странно. Это нужно умереть для себя, это надо рождаться для Бога. Это плод, который не вырастет в один день. Не надо обманываться, что я помолился, обнял весь мир. А потом пришло другое. Это когда мы идем, и мы видим, что нас безнадежность не мучает, потому что мы идем с вами в небо. Это когда ценности этого мира, они теряют какое-то мнение для нас. Вот весь мир слушает нечистую музыку, а я не слушаю. Почему? Потому что музыка леса, пение птиц, журчание ручьев, оно звучит в моем сердце, как творение Божье. И мне не нужно шума, грохота, мне не нужно от этого отвлекаться, мне не нужно от этого забываться, я хочу хранить это в памяти. Поэтому церковь может ходить во свете, только при условии, что она исполнена Духом Святым. Что это такое церковь? Что это такое церковь? Это ты. И ты, и ты, и ты, и я. Каждый из нас, церковь не может быть исполнена Духом, если все не исполнены Духом, если каждый не исполняется Духом. Не только чувства, но быть наполненным высоким Духом Божиим, который ведет тебя ко Христу, который прославляет Христа. Я должен сказать, что в свое время, а вот этой неисполненностью Духом, об этой тоске, сказал один православный священник, может, вы кто-то про него слышали, может быть, нет, был такой священник Александр Мень. Александр Мень, может быть, вы слышали, за имя Господа, и за проповедь Евангелия, его зарубили топором недалеко от собственного дома. И вот этот человек, он говорил когда-то, к нему пришли и сказали, как тяжело жить в годы гонений, как трудно, что нас притесняют, как трудно, что вот мы под таким прессом находимся. Он сказал, вы знаете, может, это и трудно, но в каком-то смысле для нас это благо. Они говорят, а в чем тут благо? Он говорит, а потому что завтра придет свобода, вас позовут и скажут, скажи нам о Христе. И вдруг выяснится, что вам нечего сказать. Вы сможете сказать, как он вам помог, но что вы скажете о нем, что вы скажете о его водительстве, что вы скажете о Духе Святом. Хочу, чтобы этого не было с нами. Я хочу, чтобы вот это выражение, близкие отношения с Богом, они наполнялись смыслом, они наполняются смыслом, когда я действительно ведом Духом Святым. Когда я ведом в любовь, она не приходит сама собой. Когда я ведом в надежду, когда мне важно, не то, что я приобретаю с Богом. Я помолился, и Бог дал мне образование. Я помолился, он дал мне хорошую работу. Я должен сказать, что, может быть, многие из вас знают Ричарда, да? Вот он помолился, и Бог ему сказал, оставляй университет. Он помолился, и Бог ему сказал, оставляй университет, посвящай себя всецело мне. Я не хочу сказать, давайте бросим все учиться. Но я хочу сказать, что водимость Духом – это реальность, которая когда-то повела его в дорогу, и в которой в этой дороге он много чего нашел, много чего потерял. Дух Святой говорит молодой семье, девушке и парню, он говорит, соединяйтесь. И он спрашивает, а вы хотите иметь много детей? А вы хотите иметь много детей? Я хочу, чтобы мы вот так честно посмотрели на себя. Это же плач и крик. Это много заботы. Это бессонные ночи, когда ты гуляешь с ним по вот этой комнате туда и сюда, туда и сюда, километры, которые прохаживаешь с ребенком, который кричит и сердце надрывается. И думаешь, а у меня их еще там трое, четверо. Не разбуди их, малыш, не разбуди. Ну подожди. Это надо на это заработать. Это надо поверить. Это надо довериться, что Дух Святой он проведет. И когда они вырастут, и когда они будут большие, то человек, водимый Духом Святым, увидит уважение в глазах детей, не потому что оно мне принадлежит, как отцу. Уважайте меня, потому что у меня седина. А ты увидишь, что это уважение к твоим путям. Это уважение к тому, что ты сумел в них вложить. Это уважение к тому, что ты не напрасно трудился, потому что трудился-то ты, а действовал Дух Святой. Я должен сказать, что после того, как мы убедились в том, что мы можем быть исполнены Духом Святым, давайте вожаждим этого наполнения. Я хотел бы, чтобы мы вожаждали этого наполнения. Оно не приходит само. Это не просто я помолился, вожаждал, потому что я ушел в этот мир, и я не жажду. Это Слово Божье, командующее моей жизнью. Хочешь ли ты высоких стандартов твоей жизни? Хочешь ли ты любви, надежды, строительства церкви, сегодня сплошь и рядом люди приходят в церковь, особенно молодые, начинают с того, что нету любви, нету достаточного наставления, того нету этого наставления. Иди и трудись. Иди и трудись. Иди и сажай, насаждай, поливай, действуй, Дух Святой с тобою. Действуй, Он смотрит на тебя. Я хочу сказать, давайте посмотрим на великих мужей Божиих. Давайте посмотрим на Давида. Он что, ходил по Израилю и говорил, о Израиль, как всего мало, о Израиль, какой ты трусливый, о какой ты слабый, необразованный. Он стоял юноша, а перед ним стоял воин, и все боялись. И он не стал говорить, Израиль, вперед, давайте, двигайтесь, с вами Дух Святой. Он сделал совсем другое. Он взял пять гладких камней, положил их в сумку, и побежал навстречу воину. Он крикнул ему слова, которые сегодня знают все, но до него никто таких не произносил. Ты идешь с копьем и мечом, а я иду с именем Бога Израиля. Он сам побежал. Он сам победил. Он сам совершил то, что он считал нужным. И пусть Господь тебе поможет. Господь смотрит на человека, исполненного Духом Святым, таким образом, чтобы мы хотели жить по высокому Божьему стандарту. Хочу ли я этого? Хочу ли я попасть под контроль Святого Духа? Бог контролировал жизнь Давида. И если вы внимательно читали Писание, то этот генерал, которому было 20 лет, входил и выходил перед народом. Зять царя, все открыто перед ним. Он доверялся Духу Святому. Он шел за Богом. Куда Бог повел его? И вдруг его тесть... Да, не тесть. Саул возгорелся ревностью. То любил, любил, а то возгорелся ревностью. То говорил, породнимся, а теперь говорит, никакой родни, убить и нет вопросов. И он бежит в пустыню. Один. Дух повел его в пустыню. Я должен сказать точно так же. Иисус Христос, когда он соединился с Богом в Иордане, то Дух повел его в пустыню. Не дьявол. Сегодня люди очень боятся дьявола. Сегодня люди говорят про то, как дьявол атакует. Но человек, водимый Духом Святым, он не дьявола боится, он Бога боится. Этот Дух Святой повел Иисуса в пустыню для искушения дьявола. Я хочу сказать, давайте не обещать себе неправды. Я не раз, даже за это время, беседовал с молодежью. И во всех этих беседах звучит такое. А есть какая-то гарантия, что он меня обеспечит в этой жизни тем, что я хочу. Честно скажу, что Слово Божье нам говорит, только я имею для вас будущность и надежду. Только я один знаю намерения, которые я у вас имею. Я хочу дать вам будущность и надежду. Но я хотел бы, чтобы мы не обманывались и не торговались с Богом. Последовали смиренным. Дух Святой поведет тебя туда, куда Он считает нужным. Дух Святой возвысит и Дух Святой унизит. Дух Святой может провести узким путем. Дух Святой может многое дать и многое отнять. Давид ходил по пустыне и бегал от Саулы. Не два года. И не пятнадцать минут. Это была серьезная школа, в которой Бог спрашивал его, Ты хочешь быть пастырем народа моего? Хочу. Ну тогда паси вот тех немногих, которые рядом с тобой. Вы думаете, они Его благодарили? Вы думаете, они Ему постоянно говорили, Давид, спасибо тебе, что ты нас водишь. Вот мы были огорченные душой. Мы пришли сюда. Кто-нибудь помнит про Сикелак? Вы помните, как там было, когда пришли враги, когда они сожгли огнем, когда они увели все дорогое для людей Давида, жен, сыновей, дочерей. И взялись тогда те, кто рядом с Давидом за камни и хотели побить Давида камнями. Хотели побить Давида камнями. Обратите внимание, сколько он простирал руку, как талантливо их водил, что мог делал. И они в этот трудный момент не сказали, Давид, помолимся, поддержим тебя, давай, давай спросим Бога. И они взяли камни. Я хочу сказать, это образы наших путей, это образы наших размышлений, это образы молодежи, потому что там не старики ходили с Давидом, а там ходили многие, которые были гораздо вас моложе. И этим женам, поскольку это было на Востоке, в Израиле и в древности, им было не по 50 и не по 80, а скорее всего, им было так в среднем 15 и 16 и 18. И они взяли камни. Что сделал Давид? Что сделал бы ты на его месте? Ушел бы, сказал, я с этой церковью дело иметь не хочу, я с этими не имеющими любви вообще ничего общего не имею. Давид сказал, укреплюсь надеждой на Бога. И среди шумящей толпы он сказал, принесите мне льняной ефот, будем Бога вопрошать. Господи, догоню ли я это полчища? Догонишь. Господи, отниму ли добычу? Отнимешь. Господи, я пошел. Он встал и пошел, вождь Божий, муж Божий, сын Божий Давид. Я хочу сказать, что вот точно так же, это образы твоей жизни. Вот так же и на тебя может быть когда-то, что-то, как-то. Давай укрепимся надеждой на Бога, и будем людьми, исполненными Духа Святого во всякое время. Будем надеяться, вот как Давид отнял все. Весьма обогатился в этом. Получил авторитет в глазах людей, которые вчера еще камни бросали. Вот так и ты, если ты пройдешь с Духом Святым, ты получишь помазание от Бога, надежду, веру и любовь. Про Авраама сказано, вера способствовала делам его, а как там дальше? И делами вера достигла совершенства. Кто хочет, чтобы вера его достигала совершенства, давайте не стоять на месте, давайте совершать дело Божье. Давайте совершать дело Божье. И дело Божье очень тесно связано еще с одной вещью. Это то, что я не только признаю власть Духа Святого, и не только соглашаюсь идти его путями, как мы сейчас с вами говорили, они могут быть не очень легкими, но есть еще одно, я должен придерживаться того откровения, которое написано. Не раз и не два, вот я слушал вчера всякие вопросы, и у меня такое ощущение осталось, что молодежь очень мало сидит и размышляет над Словом Божьим. Просто сидеть и размышлять. Это авторитет очень высокий. И Дух Святой будет подсказывать не тому, который прочитал главу и понял, все, сегодня могу отчитаться, перед кем уж я не знаю, но перед кем-то, каждый день читаю две главы. А сколько времени ты размышляешь? Великие мужи Божьи подолгу в день размышляли о Словах Божьих. Что это такое? Что там написано? Господи, что ты хочешь мне сказать сегодня? Господи, я ничего не понял, мне скучно было читать, прости меня, но я хотел бы читать это Слово, я не знаю, почему, мне скучно с тобою. Почему я позвонил подруге, да, позвонила подруге, и могу час проговорить? Почему мне трудно час читать Слово Божье и размышлять о Нем? То я хочу сказать, Он требует послушания написанному Слову и не станет терпеть ни одного из моих грехов, ни себя любя, ни самоугождения. Вот это вот очень важно, Он хочет, чтобы мы действительно шли за Ним. И в этом смысле Бог, если мы Ему отдаем, Он присваивает себе суверенное право воспитывать, испытывать и лишать меня всего, что тайно и незаметно вредит моей душе. Не просто так. Душе моей вредит многое, что я люблю. Давайте сознаемся, честно посмотрим в зеркало, что есть грехи, которые нам приятны. Я их уже исповедовал, я уже это сказал, я уже, может быть, не раз и служителям говорил, но в душе осталась не горечь, не ненависть, а сладость. Давайте с этим расставаться. Как? А как с этим расстаться? Никаким образом. Ты не сможешь этого сделать. Но на доверии Духу Святому Он поведет тебя. Он поведет тебя неожиданным путем. Ричард однажды рассказал пример, и он мне очень нравится. Это пример такой. Но мы с вами в поле, поэтому если мне нужно подойти к этой палатке, то я прямо пойду к этой палатке. А если бы я был в доме на пятом этаже, и мне нужно было бы к этой палатке, каким путем мне нужно было пойти? Прыгнуть с пятого этажа? Нет. Я должен был бы войти в дверь, спуститься вниз, выйти из подъезда, где он будет, и пройти к этой палатке. Я должен сказать, вот это путь Духа Святого. Он один знает, каким путем меня и тебя вести. И с этой точки зрения давайте спросим себя. Вот так честно. Я минуту после этого помолчу. Вы уверены в том, что вы хотите быть Вадимым Духом Святым? Я уверен, что вы хотите. Но давайте отдадим себе отчет. Это другая личность. Это божественная личность. Он хочет тебя вести. Он полон любви к тебе. Давайте отвергнем свое и доверимся водительству Духа Святого. То, что говорил когда-то Давид. В унынии сердца моего, в унынии сердца моего, говорю, возведи меня на скалу для меня недосягаемую. И в этом смысле, когда он поведет тебя и меня, вы знаете, с чем он будет бороться? Я думаю, на словах знают все. Он будет бороться с моим я. С моим самолюбием. С моим самовыражением. С тем, что в моей душе самое главное, что насытить душу свою, как я понимаю. Он начнет ее опустошать. Он начнет ее опустошать, чтобы мы возжаждали Бога. Потому что ключ к Царствию Божию, он очень прост. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Не человек, довольный собой и своими путями. Не человек, довольный своими благословениями. А человек, который постоянно жаждет Бога. Который постоянно жаждет его любить. Который говорит себе, как мало я тебя люблю, Господи Боже мой. Вот на этом пути Бог благословляет человека. И прежде чем наполнить собою, Он доводит нас до того состояния, в котором мы становимся собой недовольны. Это неприятное состояние, даже ранящее немножко. Но мы сегодня договорились честно разговаривать. Честно разговаривать. Что там Давид переживал в этой пустыне? Зачем она ему была нужна? Она была ему нужна, чтобы он понял, что всего его человеческого не хватит на то, чтобы со всем Израилем тягаться. Нельзя с 600 людьми побеждать 2000. Нельзя одолевать врагов. Нельзя, чтобы в этом сердце вот жил всякий грех. И именно там, в пустыне, Он научился у Духа Святого от того, что он делал, когда в пещере он отрезал часть Сауловой одежды. И отрезал, и подождал. И Саул вышел, и он взял эту одежду, он поднял ее и сказал, Отец мой, за кем ты гоняешься? Нет злобы в сердце моем. Но я должен сказать, что в этом сердце было много мужества. Потому что, если бы Саул сказал догнать и убить, то он бы вместе с этой одеждой там так и остался в этой пещере. Но он надеялся на Бога. Он знал, что Бог его не предаст. Он знал, что Бог совершает какое-то действие. И он не только это сделал, но он стоял бесстрашный, беззащитный, облеченный только в Дух Святой перед огромным воинством Саула и показывал край одежды. И только Дух Святой мог привести к тому, что жестокий и сердитый на него царь заплакал и сказал, «О, сын мой Давид, царство будет сильным в твоей руке». Вот так свое ушло. Свой страх, свои планы, свои желания не ушли, а пришло новое, новое оценивание себя или, точнее, обесценивание себя, обличение в Святой Дух. Ни ты, ни я не можем этого сделать. Это может только Бог сделать. Он может это сделать только тогда, когда я ему говорю, «Да, я доверяюсь Тебе, я хочу Твоего, я хочу Тебя, я хочу Тебя». Я хотел бы в заключение прочитать некоторые места о том, что душа, которая пойдет за Богом, она будет его жаждать, она будет по нему тосковать. Давайте мы прочитаем с вами 60-й псалом, который я уже не раз цитировал, и который говорит такие слова. Он коротенький, 60-й псалом. Услышь, Боже, вопль мой, в немне молитве моей, от конца земли взываю к Тебе в уныние сердца моего, возведи меня на скалу для меня, недосягаемую, ибо Ты, убежище мое, Ты крепкая защита моя от врага. Я не думаю, что он был намного старше вас, я думаю, что многих даже был, может, и моложе, когда это написал. Сегодня человека только коснется какое-нибудь уныние, все, он не может идти дальше. Только чуть-чуть сказали, поранили, не поняли, человек говорит, все, я в депрессии. Услышь, Боже, вопль мой, вопль мой, от конца земли взываю к Тебе. Это близость с Богом, это надежда на Бога, это тяжелое, депрессивное состояние. Сегодня говорят, у верующих депрессии не бывает. Как это? В смысле, уже дьявол не существует, что ли? Что верующего не может прикоснуться дьявол? От конца земли взываю к Тебе. Он ни на каком ни конце земли не был, ни под Магаданом, ни на Камчатке, ни где-нибудь еще. Он был в своем Израиле, и все путешествия его туда-сюда, хорошо, если составляли 100 километров. Душа себя так чувствует. На конце земли, куда-то заброшенная, как-то покинутая, переживающая давление и атаку. Это то, о чем мы говорили, чтобы нам быть воинами, Господа. В унынии сердца моего. Он не говорил, что у верующих нет уныния, он был реальный человек, и знал, что и верующие унывают. О чем же он просил в унынии сердца? Давай я останусь дома, не пойду на собрание, давай перестану читать, и молиться мне стало трудно. В унынии сердца моего взываю к тебе. А? Возведи меня на скалу. Для меня недосягаемо. Но она была досягаема для Бога. Впоследствии апостол Павел скажет об унынии. Имея такое служение, мы не унываем. Я должен сказать, давайте посмотрим, какое служение у тебя. Как ты служишь Христу. И сейчас не дела имею в виду, хотя дела очень важны. Давайте проверим, какое место у нас в церкви. Давайте проверим, почему мы не унываем. Потому что дела есть. Потому что имеем служение перед Богом. Потому что преобразовываемся перед Ним. Сегодня мир унывает, не потому, что очень тяжело работает, а потому что не делает ничего. Потому что душа в забвении, некому позаботиться о ней. Давайте душу отдадим Богу. Давайте душу отдадим Богу. Он позаботится о ней. И давайте посмотрим, чтобы нам не унывать, чтобы нам восходить на скалу в любом состоянии. Мы верующие люди. А так написано, что верующих людей обязательно в этом мире, если они живут, конечно, благочестиво. Что ожидает? Что ожидает нас? Вот, видите, да? Вот, значит, это надо пережить. Это надо пережить. Это надо научиться это переживать. Поэтому первое, что я хотел бы сегодня, о чем я хотел бы, чтобы молиться, и, может быть, чтобы и вы молились, это о том, чтобы уныние не повергало нас в бездействие. Чтобы мы знали, что точно так же было и у Давида, и апостола Павла, потому что он говорит, мы не унываем, значит, он знал, что это такое. Оно приходит к сердцу, и человек бросает все, ложится, говорит, все, оставьте меня. Ничего подобного. Давайте взывать к Богу, давайте восходить на скалу, давайте дадим ему возможность помочь нам. Он в этот момент не лег и не сказал, никакой сетилак не пойду, никуда не пойду, никого искать не буду. Он продолжал свой путь и свое служение. Я должен сказать второе. Книга Иова, 42 глава, 5 стих. Я читаю места, которые вы все знаете. Я раньше слышал о тебе слухом уха, а теперь глаза мои видят тебя. Я должен сказать, что есть такое дело, что когда ты попал в ситуацию, ну, мы, конечно, как Иов, может быть, не будем испытаны, хотя кто знает, хотя кто знает, хотя кто знает. У нас есть молодая пара, у них сейчас шестой ребенок, ну, вот те, кто в Павелецкой группе, они знают Машу, и почему-то ополчились на них враг, и 9 месяцев около их подъезда собирались религиозные, кричали вон отсюда. И собиралась толпа, по 40-50 человек, бросали в окна камни. И там нужно было быть, и там были маленькие дети, у них в ту пору было четверо детей. И однажды так получилось, что они все-таки вызвали полицию, спускались вниз, потому что, ну, невозможно же было это уже терпеть, и, в общем, никакого беззакония в этом не было. А полиция запаздывала. Мне звонит Маша, у них грудной ребенок на руках. И говорит, Леонид, я не могу Диму там одного оставить, я должен быть рядом с ним. Я ее умолял, я говорил, Машуль, не спускайся. Машуль, ну, уже он там один, уже как будет, так и будет. Ну, не убьют они его, все-таки это Израиль, а не что-нибудь другое. Не надо. А он мне говорит, Леонид, молись, но я спускаюсь. Всякие бывают ситуации. И Бог может потребовать, и Бог может попросить, а может быть, и тебе захочется быть верной Богу. И вот в этом состоянии нужно понимать, Бог делает что-то в тебе. В состоянии Иова легко было ожесточаться, легко было требовать с кого-то, и еще что-то было легко. Но он доверился этому пути, он сказал, я знаю, Искупитель мой жив. И его глаза увидели Бога. Я не знаю, что это такое, может, ты не знаешь до конца, но я хотел бы сказать, вот это второе, тоска потому, чтобы видеть Бога лицом к лицу. Тоска, чтобы видеть Бога лицом к лицу. Тогда, когда скорби, трудности, это повод для того, чтобы увидеть Бога. Это повод, чтобы прославить Его. И последнее. Как всякая любовь, желает быть ближе и ближе к объекту своей любви. И как говорил Виктор Иванович когда-то, он говорил так, любовь без цели брака, это грех по сути своей. Сегодня люди говорят, вот я люблю Его, а Он там не подходит. Но если не подходит, то это не любовь. У меня такие вот у Виктора Ивановича были слова. Любовь без цели брака. Проверяешь себя, я вот иду. Я действительно хочу, мне действительно нравится этот человек, а цель какая? Вот с этой точки зрения мы взращиваем в себе нечто. Я хотел бы сказать те места, которые мы с вами уже приводили. 41 Псалом, 2 и 3 стих. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Пусть поможет нам Господь. Это знамя, это желание души. Сегодня человек хочет ничего не хотеть, быть самоуверенным и таким крепким в этом мире. А Давид говорил, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. И в 62 Псалме он сказал, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье. Не всякая молитва дает возможность прийти пред лицо Божье. Не всякое хождение, это близкое перед Богом. Трудные бывают времена, искушения бывают. То Давид прямо говорил, жаждет душа моя, когда приду и явлюсь пред лицо Твое. Я хотел бы, чтобы мы с вами вот это в себе взращивали, потому что когда мы это в себе взращиваем, то вырастить мы этого не можем. Мы с вами как садовники, который копает, который посеял, который удобряет, но жизнь дает Бог. Он один знает, когда будет урожай, а когда не будет урожая. То я верю, что урожай будет всегда, потому что Бог будет помогать тебе в этом. И мне будет помогать, и каждому из нас будет помогать. Давайте выращивать в себе те святые чувства, которые хочет от нас Бог. Давайте постоянно проверять себя, есть ли они у нас. Ненависть ко греху, она есть или нет? Честно. Перед Богом. Не здесь, сейчас, не для братьев, не для меня, не для кого. Есть ли ненависть ко греху? Есть ли восхищение Господа? Восхищен ли я им там, где-то в глубине сердца? Потрясает ли меня его мужество, терпение, любовь? Потрясает ли меня его какая-то святая доверительность? Вот я этого человека не люблю. Я даже не знаю, как он в церкви-то оказался. Я даже не знаю, как его терпеть-то можно, со всеми его недосадки. А Господь терпит. И уж не святее же я Бога, правильно? Давайте восхищаться Богом. Уповать на Божие обетования. Вот Бог сказал, я помогу тебе. Когда? Что? Давайте уповать на Божие обетования. Надеяться на Божьи обещания. Давайте благодарить Его за милость. Так написано, сейте себе в праведность, пожнете милость. Давайте помнить, что Бог нам всегда милостив. Это нельзя никаким образом, никто не заставит тебя. Это высокие цели, которые нужно перед собой поставить. Нужно стремиться к святости. Вот стремиться. Причем святость, это никогда не делай ни то, ни то, не прикасайся. Нет, святость это другое. Я отделяю себя для Бога. Я хочу, чтобы у меня все было, как у Бога. Я хочу, чтобы Он был доволен мною. Я хочу что-то оставить для того, чтобы в сердце моем жил Бог, а Он с грязью ничего общего иметь не будет. И, наконец, последнее. Тихое смирение перед лицом Божьим. Он может использовать меня, а может не использовать. Он может меня возвести, и все будут обо мне знать. Он может сделать так, что никто не будет знать. Давайте это выращивать в себе. И в заключение я хотел вам прочитать, вот у меня есть такая, это мне понравилось, я сам это нашел совсем недавно. Один юноша, ему было 19 лет. Он был такой немножко нелепый, долговязый, под два метра ростом, подслеповатый. Тогда не носили очки, поэтому он не очень хорошо видел, у него было не очень хорошее здоровье. И в 19 лет он вдруг понял, что он должен сформулировать для себя, чего он будет держаться в жизни. И он принял определенные решения, некоторые пункты, в которых он сказал, решено. Некоторые из них я хотел зачитать. Решено. Стараться находить тех, кто нуждается в милостыне и благотворительности. Решено. Жить так, чтобы после смерти не сожалеть, об этом. Решено. Если совершу какой-либо нехороший поступок, выискивать его первопричину. Затем стараться не совершать самого поступка и изо всех сил молитвенно бороться с первопричиной. Решено. Никогда не уклоняться, ни от какого дела, если только уклонение от него не послужит к Божьей славе. Чаще проверять мотивы, которые заставляют меня от какого-то дела отказаться. Я читаю только некоторое. Решено. Когда подкатывает гнев или искушение поддаться своей греховной природе, прилагать больше всего стараний, чтобы и чувства, и поступки отражали благую природу. В такие минуты, как бы нарочно проявлять благую природу, хотя бы в других отношениях это было и невыгодно, и хотя бы в другое время это было бы неблагоразумно. Решено. После любых испытаний задаваться вопросом, в чем я стал лучше, что доброго они мне принесли, что еще я мог бы через них получить. Решено. Пусть всякое мое слово имеет доброжелательный оттенок. Решено. Если на всей земле в каждом поколении будет лишь один настоящий христианин, во всех отношениях соответствующий этому наименованию, который был бы образцом совершенства и добродетели, с какой стороны на него не посмотри, так вот, если бы был один такой человек, стараться, чтобы в моем поколении это был я. Он писал «Это решено» два года. Сидел и думал, размышлял пред Господом, чего я буду держаться в этой жизни, искренне от всего сердца. Ему было 19 и 20 лет. Он это соблюдал, он это перечитывал, тут 70 пунктов, я не могу их все зачитать, но они все такие же. И когда он вошел в возраст, это был человек, которого сегодня знают очень многие, кто интересуется теологией хоть как-то, то есть кого Бог интересует и мысль интересует, его звали Джонатан Эдвардс. Может быть, вы его знаете, потому что он написал такую проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Бог использовал его для великого пробуждения в Америке. Десять лет длилось это пробуждение. Это была не вспышка, это было преобразование страны, это было преобразование системы. Он был сельский священник, который где-то молился, не выступал нигде, не был политическим деятелем, уклонялся от всего, служил в маленькой церкви 23 года. Это был человек, который читал свою проповедь, и люди начинали плакать и каяться. Это был человек, которого читали вот эти вот его труды, читали так, что дома появлялись Библии, разорялись бары, разорялись всякие, такие заведения, в которых было стыдно приходить людям. Страна меняла свое лицо. Это был 1730-й, 1740-й год. Время, когда менялось очень многое. И оно началось с того, что в 19 лет вот этот человек написал «Решено». Бог благословил его решение. Многие плакали, когда он проповедовал. Я хотел бы, чтобы сегодня вы, как молодежь, может быть, не всем здесь 19, может, кому-то моложе, еще есть время. Давайте решим последовать за Богом и последуем за Ним по-настоящему. И попросим Его, чтобы Он нас благословил. Слава Ему! Аминь! Слава Ему! Слава Ему! Слава Ему! Слава Ему! Продолжение следует...